Подельников Дмитрий Катлеренко, помогавший перевалить деньги за рубеж, был приговорен всего к трем годам за мошенничество. Ухитрился выйти досрочно. Средители при этом раскручивали все новые эпизоды из деятельности группировки и собирались родить грантам новые обвинения. Но Катлеренко успел ускользнуть, выйдя на свободу и уехал в США. Сотрудников колонии потом обвинили в халатности, поскольку они позволили осужденному сбежать из права. Но староделям нужно признать, что сейчас Катлеренко не взяли действия расистского судья. В самом выигрышном положении оказалась Сухова-Санна Сума. Она сейчас живет в США на деньги, полученные от криминальных схем. И вполне неплохо купила особняк в Куплине. Для российского правосудия она тоже почти недосягаема. Неофициально воскресывались мнения, что американские власти при необходимости дадут ей защиту. Возвращая часть, у них денег она положила в американскую экономику. Кроме того, нелегко доказать, что она была напрямую замешана в преступных схемах. Экс-мемистер использовал ее как способ отмывать денег. Анатолия использует этот пущиник обогащения. Сейчас вылезли на путешественных странице из Франции и России. Екс-мемистер использовал ее�도 удобно. А нет, использованы в курортке. Объекты накрыли, что никак не остынали в Франции. Она была создана в истории с обвинениями в виде спектакля за автолоком. Простыть и галки. Екс-мемистер перец. Субтитры сделал DimaTorzok